Субтитры сделал DimaTorzok День рождения в ноябре, а начали мы заниматься в сентябре. И потому что, в общем, я довольна была хулиганистая, и меня хотели скорее отдать куда-нибудь. Ну, отдали в балет, хотя я не очень это сознательно понимала. Я только помню сейчас, что мне очень нравилась драма и кино. А балет я как-то так смутно понимала. Но импровизировала, когда играла музыка, что, собственно, я делаю и сейчас. От класса, пожалуй, я ничего не сбирала. Меня не учили правилам танцевать. Вот так все стояли лицом к станку, потом блоком к станку, потом так, потом так. Я даже это и не помню. В хореографическом училище Большого театра существовала добрая традиция. Ученики были заняты почти во всех балетных и оперных спектаклях Большого театра. В основном детей занимали в массовых сценах. И лишь некоторым, наиболее талантливым, поручали небольшие роли. В спешей красавице я была фея-крошка. Это был третий или четвертый класс. Среди взрослых фей. Это значит, меня занимали вот эту девочку. Как тогда Виктор Александрович Семенов сказал, я сделала реверанс. Все сделали, я сделала. Поклонитесь, я поклонилась. Он говорит, эту девочку возьму. Но Икопсон, Чеченадзе, Долинская – это люди, которые ставили для учеников школы. У Икопсона был дивный номерный экспромт Чайковского «Два сатира и нимфа». Это совсем другой образ. Даже нечаянно какие-то фотографии остались. Значит, привлекала тоже артистичность, музыкальность, конечно. Продолжение следует... 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 Лебединое озеро Лебединое озеро Беспрекословно нравилась Семенова Это была богиня для нас Лучше Семенова никто не танцовал Особенно тогда, когда был балет совсем неинтересный до 30-го года Мы сейчас смотрим пленки, это смех куром А Семенова в 30-м году перевернула все Какие-то балерины вынуждены были просто уйти уж не говоря о Гельцер Знаете, просто так вот она их смела Никто так не сделал вообще в истории балета, как Семенова Она смела старый балет Она репетировала со мной спящую красавицу Я в общем и новое все делала И в то же время обезьяна Потому что, а может быть все ученики обезьяны Как показывают, так и делают И очень многое, что мне показало Семенова Я тоже, она мне даже как-то сказала Я не ожидала такое подчинение Причем от меня, знаете, я никому не подчинялась А значит авторитет Потому что я никому не подчиняю, значит не верю Если я подчинялась, вот так как есть Значит авторитет До этого 11 лет назад Она уже танцевала спящую красавицу в другой редакции В 1952 году балет поставили Михаил Кобович и Асаф Миссера КОНЕЦ Вы знаете что, я должна сказать Что, наверное, мне везло Потому что вот сейчас тоже оборачиваюсь На самое начало пути Конечно, очень много чего не помню Но я помню факты У всех я была занята Меня выделяли Плесецкая всегда приковывала внимание Хореографы самых разных направлений в балете Стремились занять ее в своих спектаклях С ее участием Эти спектакли с гордостью показывали высоким гостям Когда им хотели продемонстрировать достижения страны Спектакли Ростислава Захарова «Бахчисарайский фонтан» на пушкинский сюжет Стало одним из лучших спектаклей эпохи драм-балета Впервые партию Заремы Майя Плесецкая исполнила в 1948 году Вот эта музыкальность и артистичность Это два очень важных в искусстве компонента Наиважнейших И поэтому создается интуитивно, конечно, в этом возрасте Роли, интуитивное понимание музыки Мимо музыки Очень часто лишь бы задрать ногу А музыка сама по себе Она сама по себе Музыка ей не мешает Так вот идут Это вот совершенно для меня было всегда невозможно Эстетика драм-балета диктовала Красивого движения без смысла не существует Каждое движение – это движение души В фильме мастера русского балета Майя Плесецкая снялась вместе с другой великой балериной Великой актрисой Партию Марии в Бахчисарайском фонтане Исполнила Галина Уланова Эстетика поменялась Мне очень нравится теперешняя эстетика Иногда бывает, что если нога слишком так То впечатление, что она чужая Просто вставили в тело В какую-то чужую вообще шлагбаум Тогда бессмысленно Бессмысленно и ничего не нравится Когда Плесецкая танцевала впервые китри в Дон Кихоте В зале на нее смотрел восхищенный зритель Которому было всего 13 лет Это был Рудольф Нуриев Позже он признавался Майе После первого акта я не просто плакал Я рыдал от счастья Вы устроили пожар на сцене Но даже в этом звездном классе Майя всегда занимала центральное место Ассав Михайлович обожал племянницу Плесецкая стала заниматься в моем классе Это актриса, которую нельзя мерить обычными мерками Природа одарила ее необыкновенными данными То, чего другие достигают тяжелым трудом Майя одолевала с легкостью Как бы шутя Я танцевала вот так А мне могли сказать, что это хорошо Другие сказали, что это плохо Совершенно не годится никуда Так могло быть И так не положено Многие позы, которые считались неположенными Меня ругали за многое Вот так, так А теперь это стало классикой Забыли, что я первое сделала? Вы спрашиваете о руках Вообще-то в танце участвует все тело И ноги, и корпус, и голова, и шея Во-все Ну, конечно, и руки Пальцы, глаза, тело Так сказал Станиславский, как будто для балета Как будто он балетменстер В то время, когда ноги Строго держат классические позиции То руки в это время могут выражать все И национальность, и характер, и эпоху И любое настроение Слово, я вам сейчас покажу Вот эти руки Они превращают классику «Конька-Горбунка» в русский танец Руки Такие А ноги танцуют Классику В Луренции В руках у меня воображаемые пистолетки Такие руки Такие руки Такие руки в лебедином озере невозможно Это Испания А вот это Индия А вот это Терзия Раньше Всегда руки складывались вот таким сладеньким венчиком В любом балете И даже в лебедином озере А почему? Это Руки — это крылья В лебедином озере это крылья Это большие крылья Метущиеся, трепещущиеся Какие угодно, но крылья И крылья свои А не взять его какой-нибудь балерина на прокат Руки — это всегда образ Вот умирающий лебедь В то время, когда ноги идут почти все время в мелком переборе По Дебуре Руки — это сам лебедь Это его борьба со смертью Это его лебединая песня Ноги — аккомпанемент А руки — не бродяне Это его борьба со смертью Это то, что мне с детства было интересно У меня другой характер Я по-другому ее воспринимаю Жульетка — она итальянка Она не англичанка Вот с этого надо начинать Внутреннее состояние у меня было свое Движения те же А движения никто не разрешит менять Это исключено У меня к себе осталась одна претензия Я недостаточно иначе сделала Еще больше надо было Единственное, что может меня оправдать Это, что иначе я себе много сделала по-своему Мне бы не дали Лавровский и так сопротивлялся Он сказал, ты сделаешь все не как я поставил Даже как интерпретация И поэтому что-то я сделала, как я чувствовала А что-то я подчинилась ему Субтитры создавал DimaTorzok Спектакль Моисеева был очень интересный Он был такой монументальный Игина была с короной Тога греческая Уменью тогда не снимали Это не было снято На сцене Большого театра СССР Состоялась премьера балета композитора Арама Хачатуряна «Спартак» Следующий спектакль был Икапсоном В котором был чудо по стилистике Икапсон великий гений Он один от природы Но вот тогда не все поняли В спектакле заняты Дмитрий Бегак исполняет партию «Спартака» Фридии, Майя Плесецкая Фридии, Майя Плесецкая Тогда считалось, что если на таких ногах На полупальцах На древних вазах Ну, это неинтересно Надо было фуете вертеть Если фуете не вертишь Ну, может, и не знаешь И не умеешь танцевать Мы с Альберто Стали плакать А Щедрин говорит Ну, хорошо, не плачьте Я завтра приду на репетицию Посмотрю, что вы делаете Думал, очередная ерунда И когда он увидел Ну, Сережа Раченко Вот этот вот разговор ногами Он говорит, как интересно Ну, ладно, не плачьте Я вам это оркеструю 20 дней понадобилось для Кармен Вот это рождение Кармен Сюиты Который сейчас играет Весь мир 365 дней в году Исполняет где-нибудь Кармен Сюиты Кто знал, что будет Такой бестселлер В Большом театре Состоялась премьера Нового балета Кармен Сюита Поставленного Кубинским балетмейстером Альберто Алонсо Кармен Народная артистка Советского Союза Майя Плесецкая Кармен Сюита Кармен Сюита Трудно теперь поверить, что Кармен Сюита, балет который покорил весь мир, в день своего рождения на сцене Большого, 20 апреля 1967 года, не был встречен громом оваций и восторгов. Наоборот, публика была холоднее обычного, а аплодировала, как писала Плесецкая, больше извежливости, ожидая привычных фуэте. В зале царило недоумение. Министр культуры Фурцева и вовсе исчезла из своей ложи, не дожидаясь окончания спектакля. Безоговорочно спектакль приняли лишь несколько человек, среди которых были Дмитрий Шостакович и Леонид Якобсон. Если бы не Луи Арагон, не было бы Розы. То есть это был спектакль, Ролана пойти, просто ему никто не смел отказать Арагона. В Розе не было ничего такого криминального. В Розе не было ничего. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!